Здравствуйте! 19 сентября отмечается День краеведческих знаний. Библиографы Центральной городской библиотеки имени Ломоносова подготовили обзор книг и материалов старинные города и села Архангельской области, приуроченные к этой дате. В него вошли книги и статьи сборников о селе Холмогоры, городах Каргополе и Сольбочегорске. Назвать города старинными позволяют летописи, в которых эти населенные пункты впервые упоминаются. До основания Архангельска главным городом нашего края были Холмогоры, древнейшее поселение на Беломорском севере, которые упоминаются в летописях, как Иван Посад в 1137 году. Холмогоры занимали важное политическое и экономическое положение в Абонежской пятине Новгородской республики. Когда республику разгромили в 1478 году, Холмогоры перешли в подчинение Москве. С того момента, когда английская экспедиция Ричард Ченслера открыла европейскую часть современного Северного морского пути, и иностранные оккупцы получили торговые льготы от Ивана Грозного, это 50-е годы 16 века, Холмогоры стали первым международным портом России. Подробную информацию о Холмогорах содержит энциклопедия «Холмогорский уезд район Архангельской земли», изданная в Архангельском издательстве Кира в 2021 году тысячи экземпляров. Статьи в энциклопедии расположены в алфавитном порядке, дополнены иллюстративным материалом. В книгу вошло почти 800 изображений, часть из которых напечатана на цветных вклейках. В энциклопедии информация об истории, культуре, искусстве, природе и экономике Холмогорского района о знаменитых людях. Приложения составили списки наименований населенных пунктов, рек, озер района. Справочно-вспомогательный аппарат издания представляет собой алфавитный список статей и список сокращений и аббревиатур. Над книгой работало 286 авторов. В подготовке издания участвовали сотрудники Холмогорской центральной межпоселенческой библиотеки. Кандидат исторических наук, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Рудольф Фанасьевич Ханталин. И фотор-журналист, писатель, историк-архивист Геннадий Леонидович Панин. Холмогором посвящена глава книги Валерия Геннадьевича Едрихинского «Экскурсия в прошлое по историческим местам Подвинья». Книга издана в подмосковном Обнинске в 2021 году. Глава называется «Холмогоры и окрестности Нижнего Подвинья» и представляет собой описание речного путешествия от Сии вниз по течению Двины до Холмогор. В книге вы найдете сведения о прославленных уроженцах Холмогор, Михаиле Васильевиче Ломоносове, скульпторе Федоте Шубине, талантливом, но малоизвестном поэте Михаиле Суханове, оставившем книги «Басни и песни и разные стихотворения» и «Древнерусские стихотворения», которые отметил Виссарион Белинский. А также сведения о Петрете Лушкине, Верхолазии, исправившем кораблик на шпиле «Адмиралтейство» и «Ангела» на шпиле Петропавловского собора в Петербурге, без строительных лесов, пользуясь только веревкой. Пишет автор и о Брауншвейгском семействе, заточенном в Холмогорах в результате дворцового переворота Елизаветы Петровны. В главе дана характеристика одного из наиболее славных для Холмогор периодов конца XVII века, когда во главе епархии стоял Афанасий, сподвижник Петра I. При архиепископе Афанасии был построен Спасо-Преображенский собор, образец для всего северного каменного зодчества. В конце главы автор поместил краткую биографию Ломоносова. Детям младшего и среднего школьного возраста будет интересна книга Елены Борисовны Антроповой «От Холмогор до Колы. 33 Николы». Это второе издание 2018 года. Книга вышла в Архангельске. Название содержит поморскую пословицу. Город Кола Мурманской области находится на расстоянии полутора тысяч километров от Холмогор. Поморы поклоняли своему спасителю, покровителю путешественников и мореходов святому Николаю Угоднику. Ставили в честь него храмы. Понятно, что 33 Николы – это расстояние. И получается, что от Холмогор до Колы на пути будет 33 поселения с церквями в честь этого почитаемого святого. Книга красочная, форматом А4 и состоит из 16 глав. Персонажи книги, Непоседа и Любознайка, путешествуют с капитаном Шаркунком на летучем поморце. Первый город на пути – Калмогоры. В него входили пять посадок. Вместе они имели общее название – Калмогоры. Книгу можно рассматривать как методическое и справочное издание для знакомства детей с краем, историческими персонажами и топонимами. В книге замечательно еще и то, что есть тематические слова и поморской договори. Кроме Холмогор, Непоседа и Любознайка узнали об истории других северных городов – Сольвич-Годска, Мизени, Пинниги, Онеги, Бельска, Шенкурска и Каргополя. Каргополь – небольшой город на юго-западе Архангельской области, вблизи ее границы с Вологодской и Карелией. Цент Каргопольского муниципального района. Город занимает плоский левый берег реки Онеги, чуть ниже ее истока из озера Лачи. Первое упоминание о Каргополе нашел в летописи в 1146 году Гаврила Романович Державин. Как это произошло? В 18 веке, в 1785 году, находясь в должности губернатора Аланецкого края, губернаторским городом являлся Петрозаводск, поэт посетил Каргополь и обнаружил в одном из монастырей рукопись. В этой рукописи говорилось, что Белозерский князь Вячеслав, разбив чуть белоглазую финногорские племена, нашел поле для отдохновения и назвал он ее Каргиным полем, учредил на нем свой стол и поставил острог. Изучение других документов о походе на чуть позволило установить дату вероятного основания Каргополя – 1146 год. Об этом паденная записка Гаврилы Романовича Державина. Но это не последнее мнение. В нашем обзоре Геннадий Леонидович Панин уже упоминался, как составитель энциклопедии «Холмогорский уезд района Архангельской земли». О старинном Каргополе его другая книга – «Созвучие, образы, дешифровка названия с расширенным словарем созвучий к слову Каргополь». Эта книга вышла в 2020 году в издательстве Кира. Она состоит из нескольких разделов. В разделе «Статейном» опубликованы общие сведения о Каргопольском районе уезде, обозначения каргопольских земель на картах разных лет, предположения, факты и мнения о происхождении города и его названия. Авторы статей – ученые-географы, историки, писатели. Временные рамки публикации 1804-2011 годы. Одним из авторов является Ксения Петровна Гемб, выдающаяся исследовательница русского севера «Наша землячка». Опубликована ее статья 1968 года. Ксения Петровна называет несколько версий происхождения слова «каргополь». Первая – от финно-угорского «каркун-поле» – «овсяная сторона» или «каргун-поле» – «медвежья сторона». Отсюда «каргополь». Вторая версия – наименование греческого происхождения «каргополис» – «каргопельная пристань». Третье предположение – город стоит в районе, изобилующем воронами. Отсюда «каргополь» – «воронье поле». И четвертая – гипотеза. Наименование «каргополь» образовалось и двух слов – финского «кар» или «карго», значение которых не установлено, и славянского «поле». Гейм пишет, что происхождение названия путем слияния двух слов на севере встречается довольно часто. Например, в названиях «Ладейное поле», «Яничь поле», «Карпогоры», «Кегостров». Каргопольские и Пресецкие районы – это край уникальной природы. Недаром на этой территории расположен Кинозерский национальный парк, сохраняющий не только природу, но и уклад жизни местных жителей и их традиционную культуру. В 2024 году парк включен в список ЮНЕСКО под номером 33, как особо охраняемая территория. Регулярно в заповеднике проводятся кинозерские чтения, и итогом являются издания сборников, имеющих такое же название. Статья из сборника «Кинозерские чтения 2021», изданного Национальным парком в 2022 году, есть статья Аверьянова «Каргополь и путь в Заволочье». Она продолжает расследование происхождения названия города. Речь идет о колонизации русского севера новгородцами, конфликте их с Андреем Боголюбским из-за сбора Дани. Территория, лежащая восточной реки Пезы, падающей в Мизень, именовалась Заволочьем, и главным перевалочным пунктом на пути из Заволочья стал Каргополь. В 30-е годы XII века князец Вячеслав, младший сын Владимира Мономаха, владел Переславлем и Северо-Восточной Руссию. Княжеская дружина останавливалась в четко определенных местах, куда население свозило дань. Одним из таких мест стало поле на берегу Онеги, на месте нынешнего Каргополя. По словарю далее, слово «карга» обозначает пешую дорогу вдоль берега. Именно отсюда город получил свое название. Сегодня город является центром исторической архитектуры, традиционных художественных промыслов, знаменитой каргопольской игрушки, исторического костюма, золотного шитья. В Центральной городской библиотеке есть несколько сборников кинозерских чтений. Все они посвящены этому краю. Это сборники от 2016 года, 2019 и названные выше 2021 года, откуда эта самая статья Абельянова «Каргополь и путь в Заволочье». В Каргополе действует Государственный историко-архитектурный музей. Каталог-путеводитель по музею московского издательства «Три квадрата» 2011 года оригинален тем, что показывает многогранность культурного наследия Каргополе. В каталоге представлены коллекции, расписные небеса. Это внутреннее убранство деревянных храмов Русского Севера, которое включает особое перекрытие потолка, небо. Оно символизирует небесную сферу со звездами, солнцем, луной и царствием Бога. На цветных фотографиях иконы, иконостасы, деревянная скульптура, резные кресты, народный костюм, ткань и набойка, прялки и роспись по дереву, книга и лубок, каргопольская игрушка, керамика и фаянс. Это разделы по коллекциям. К каждому разделу предшествует небольшое пояснение о коллекции. В начале каталога «История государственного историко-художественного музея». Текст дан на русском и английском языках. Альбом по коллекциям Каргопольского государственного художественного и историко-художественного музея 13 лет назад был первым в серии путеводителей по собраниям российских северных музеев, многие из которых являются совершенно выдающимися. Коллекции музея пополняются и в 2022 году вышло уже второе издание каталога. Соль-Бычегодск один из старых русских городов. Первое упоминание об Уссолье или Уссольске на берегу реки Вычигде при токе Северной Двины датировано 1492 годом. Рассвет Соль-Бычегодска приходится на 16-17 века. В 1550 году молодой, мало кому известный промышленник Аника Строганов поставил первую соревную варницу на речке Усолки, озеро Солониха. Город стал называться Соль-Бычегодской. С конца 17 века Соль-Бычегодск известен Усольской эмалию, Строгановской иконописью. Вплоть до 19 века город был одним из главных центров искусства России. В 19-м начале 20 века в Соль-Бычегодске проживало много политических ссыльных. С 1923 года город стал бальнеогологическим и грязевым курортом, а сегодня является историческим поселением федерального значения с населением всего 2000 человек. Территориально город входит в Котловский район. Сегодня Соль-Бычегодск уникальный историко-культурный центр Северного Трехречья. В городе проводится возрожденная в 1993 году Прокопьевская ярмарка, фестиваль юмора, посвященный Казьме Пруткову, вымышленному персонажу, плоду фантазии братьев Жемчужниковых и Алексея Толстого. Об истории Соль-Бычегодска глава из книги Валерия Дрихинского «Экскурсия в прошлое по историческим местам Подвинья», изданная в Обвинске в 2019 году. О ней мы уже говорили, рассказывая о холмогорах. Особое внимание автор уделяет развитию города при Строгановых – архитектуре, убранству храмов, которые ставили промышленники. Расписывая знаменитый Благовечный собор, Строгановы пригласили московских мастеров Царской оружейной палаты. Строганова организовали в Соль-Бычегодске целый ряд мастерских – иконописных, эмалевых, ювелирных, золотошвейных. Изменение торговых путей при Петре Великом, когда вместо Архангельска главным портом страны стал Санкт-Петербург, сделала Соль-Бычегодск из богатейшего торгового центра глубинкой. Соль-Бычегодск прошел путь от дворцов Строгановых до места ссылки Сталина. В 1826 году сюда был сослан Павел Исаакович Ганнибал, дядя Пушкина. Книга Алексея Филатова «Политическая ссылка в Соль-Бычегодске» издана в 2019 году Архангельским издательством Кира. Автор работал в Соль-Бычегодском историко-художественном музее и занимался изучением царской ссылки в этих краях. Алексеем Филатовым охватывается период с середины XIX века до 1917 года. В книге рассматривается не только революционная деятельность Сыльных на берегах реки Вычвина, но и их быт, взаимоотношения. Особое место уделено Сталину, который дважды отбывал ссылку здесь в начале XX века. В книге также проведен анализ состава Сыльных по роду занятий и национальностям. В обзор вошла лишь часть книг о некоторых старинных северных городах. Все книги доступны в Центральной городской библиотеке имени Ломоносова. Подробности узнавайте по телефону 28 57 13. Субтитры создавал DimaTorzok